Здравствуйте, друзья! Сегодня мы приготовим с вами сразу три слоеных салата. Очищенную морковь натрем на крупной терке. Репчатый лук нарежем мелко. Добавим к моркови. И отправляем сразу жариться. На сковородку прильем немного масла для обжаривания моркови с луком. Пока жарится морковь, натрем на терке отварные яйца. Рыбные консервы измельчим вилкой. Удалим ненужные кости. Укроп мелко порежем и переложим в посуду. Проверим, готова ли морковь с луком. Они приобрели золотистый цвет. Готовую зажарку выложим на дно салатницы. Разровняем. Сверху выложим слой рыбы. Разровняем. Промазываем майонезом тонким слоем. Выкладываем слой из яйца. Разравниваем. Также промазываем майонезом. Сверху присыпаем измельченным укропом. Наш слоеный рыбный салат готов. Салат получается очень нежный, вкусный и, что немаловажно, для его приготовления вам понадобится совсем немного времени. Этот слоеный салат из пяти компонентов украсит любой праздничный стол. Рецептов приготовления этого праздничного салата много. Я вам покажу, как приготовить салат мимоза с сайрой. Очищенный отварной картофель натрем на терке. На этой же терке натрем отварную морковь. Следом берем отварные яйца, отделяем белки от желтков и натираем их по отдельности. Репчатый лук мелко нарежем и зальем кипятком на пару минут, чтобы избавиться от лишней горечи. Консервированную рыбу разомнем вилкой, предварительно удалив кости. Компоненты салата готовы, приступаем к сборке. Для этого я использую обычную разъемную форму для выпечки без дна. Первый слой картофель. Разравниваем, уплотняем. Посолим, поперчим и промажем тонким слоем майонеза. Вторым слоем выкладываем сайру. Разравниваем, уплотняем. Следом репчатый лук, соль и перец. Следующий слой морковь. Аккуратно разравниваем. Промазываем тонко майонезом. Сверху слой натертого белка и снова майонез. Финишный слой желток. Разравниваем и аккуратно убираем форму. Наш праздничный салат мимоза с сайрой готов. Украсим его укропом. Даем салату пропитаться некоторое время и подаем к столу. Музыка. Помидоры нарежем мелкими кусочками. И аккуратно выложим в форму слой помидорных кубиков по возможности без помидорного сока. Разровняем. Нарежем крабовые палочки и выложим их тонким слоем поверх помидор. Посолим. Поперчим. Тонко промажем майонезом. Я обычно предпочитаю использовать минимальное количество майонеза, необходимое для того, чтобы салат не был бы сухой. Яйцо натрем на терке и выложим слой из яйца. Смажем майонезом. Аккуратно разровняем. Возьмем любой твердый сыр, натрем его на терке и выложим поверх майонеза. Сверху присыпем свежим мелко нарезанным укропом. Вот какой простой, но очень вкусный у нас получился слоеный салат. Приятного аппетита! Спасибо за внимание! Надеюсь, что наше видео было вам полезно. Пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Пишите комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал.